МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хоть СМИ страны ко мне и не любят повествовать об этом, но одной из главных причин тотального поражения армянской армии в 44-дневной войне стало засилие криминальной субкультуры, культивируемой с начала трансформации бандформирований сепаратистов в так называемые вооружённые силы Армении. Несмотря на то, что всевозможные правозащитные организации многократно акцентировали внимание на этом вопросе, криминальные элементы, которые со временем стали функционерами армянского военно-политического истеблишмента, с упорством рецидивистов покрывали своих корешей в вооружённых силах. Благодаря этому долгие годы сказочное управление пресс-службы военного ведомства Армении по-тихому переквалифицировало тысячи убийств призывников в самоубийство или результат неосторожного обращения с оружием. Для этих целей в некогда оккупированном Суговушане был построен секретный морг, где над трупами строптивых жертв групповых изнасилований со стороны офицерского состава проводили хирургические манипуляции и подделывали формуляры экспертных заключений. А те, кто жаловался, встречными обвинениями на долгие годы отправляли за решётку. Но бывали и те, кто шёл против криминальной системы и радикальными методами разбирался со своими обидчиками. Достаточно вспомнить капитана Андроника Арменовича Мкартычана, застреленного в 2017 году призывником, которого он пытался изнасиловать в служебном кабинете войсковой части номер 50-869 в Мегри. Тогда капитаны-извращенцы отказались отпевать священники, а на его похороны не пришли даже сослуживцы. Инцидент был списан на уголовное дело по признакам части 1 статьи 110 УК Армении «Доведение до самоубийства», а далее «Замят вовсе». Явные признаки засилия криминальной субкультуры в расформированном путём полного уничтожения оккупационного контингента вооружённых сил Армении были найдены нами и во время посещения деоккупированного Сугуушана, где на территории войсковой части номер 33-651 мы заметили несколько изображений так называемой «воровской звезды» или «розы ветров» на стенах и тумбочках. Самое интересное, что одна из них находилась в крыле войсковой разведки части прямо за импровизированной молельней. Как говорится, комментарии излишни. Когда можно обратить внимание на стену, в основном прячут это за шкафами, за какими-то портретами, которые здесь стояли, за мебелью. Опять розы ветров. Я в шоке. А вы это что? Да, это очередной раз показывает засилие криминальной субкультуры вооружённых сил Армении в его оккупационном контингенте. Теперь вся армянская общественность, могут родители людей, которые когда-то были на этой территории, они могут посмотреть, что их дети в таких условиях здесь находились. Поставили там знак криминальной субкультуры и национальный флаг. Рядом. Рядом. Ну, у кого какие ценности? Символично очень. Очень символично. Преступное государство и криминальная субкультура, царившая в её оккупационном контингенте и вооружённых силах. Остаётся напомнить, что после громкой серии убийств солдат оккупационного контингента на почве неуставных отношений, парламент Армении дополнил уголовный кодекс новой статьёй, ужесточающей наказание за косвенное доведение военнослужащих до самоубийства. А в феврале прошлого года были уволены начальник военной полиции Республики Армения генерал-майор Артур Багдасарян и глава управления морально-психологического обеспечения вооружённых сил Александр Алексанян. Но даже эти драконовые меры не помогли политическому руководству страны несбывшихся надежд решить проблему неуставных отношений личного состава. Ведь идеология армии, героизирующей детоубийц, душегубов, насильников и мародёров не может отличаться от канонов преступного мира. Засилие криминальной субкультуры в вооружённых силах Армении продолжают оставаться на повестке дня даже после окончания войны. Как в случае с военнослужащим срочной службы, рядовым Артёмом Авиковичем Мелконяном, которого 4 мая застрелили в голову на территории Мегринской войсковой части. Остаётся только догадываться, что послужило истинной причиной его публичной казни со стороны местной криминальной группировки в униформе армянских вооружённых сил. По официальному релизу пресс-службы Минобороны Армении, которая уже несколько месяцев функционирует без споуксмена, но продолжает традиции жанра Арцауна Ванесяна, 4 мая 2021 года около 20.00 на боевой позиции одной из воинских частей, расположенных на южном направлении, получил смертельное ранение Артём Мелконян, 2002 года рождения. Инцидент якобы произошёл во время дежурства на боевой позиции одной из воинских частей, а виновником является сослуживец, нарушивший правила пользования табельным оружием. КОНЕЦ